А теперь к другим темам. Дороги превратились в зону смертельного риска. Только за первую неделю лета в нашем районе произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в том числе и с участием ребенка. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, особенно в летние месяцы, когда интенсивность движения увеличивается в несколько раз. В Краснодарском крае обстановка с аварийностью на дорогах остается сложной. В 2016 году с января по ноябрь в регионе произошло 5886 ДТП, в которых погибло 986 человек. С начала 2017 года 1618 аварий. Оперативные сводки с дорог становятся все больше похожи на сводки с полей боевых действий. Сел пьяным за руль, превысил скорость, не пропустил пешехода. Итог такого дорожного беспредела, как правило, один. В Славянском районе с начала этого года произошло 58 аварий, в которых погибли 11 человек. 71 получил травмы различной степени тяжести. Это на 5 ДТП больше, чем за тот же период 2016 года. Четыре аварии были с участием детей. Пострадали четыре ребенка. В 2016 году каждый летний месяц был зафиксирован по 5 ДТП с участием детей. И основная масса этих ДТП произошла по причине нарушения правил дорожного движения самими детьми, как пешеходами, так и водителям вело- и мототранспорта. В связи с этим, конечно, необходимо обратиться к родителям, усилить контроль за своими детьми, обеспечить их занятость, ограничить их свободное передвижение на мото- и велотранспорте. Ну, такие прививания минимальных знаний, требований правил дорожного движения, которые бы позволили детям сохранить свое здоровье. В связи с высокой аварийностью на дорогах сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными. Особое внимание уделять детской безопасности, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах, в обязательном порядке согласовывать массовые перевозки детей на автобусах. Никто не запрещает перевозить детей, но организация массовых перевозок детей должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующего на сегодняшний день законодательства. Это, как правило, прежде всего необходимо уведомить ГИБДД о дате планируемой перевозки детей не менее чем за трое суток. Сотрудники технического надзора обязательно помогут разобраться с документами и подготовить их надлежащим образом, и ничто не омрачит отдых детей. Причина высокой аварийности на дорогах до банальности проста – несоблюдение элементарных правил дорожного движения. Пренебрежение ими ведет к трагедии. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».